Истец Я хочу снять с регистрационного учета и выселить из моей квартиры. Квартира принадлежит мне. Я ее унаследовала от покойного мужа. Все документы есть. Дело в том, что 12 лет тому назад мой сын женился. И женился на девушке. Ну, я так посчитала, что это прям абсолютно мезальянс. Из деревни ее взял. В смысле взял я? Что, яйца на полке магазина брать меня? Взял. Из деревни, что сейчас она демонстрирует. Да что вы меня оскорбляете все 12 лет? Все 12 лет я пыталась хоть как-то ее воспитать, обучить. И ничего не получается. И все бы ничего, если бы не случилось то, что случилось. Шесть лет тому назад мой сын построил... Понимаете, дело в том, что сначала вроде ничего было. Я уже даже смиряться начала. Боже, я что-то ужасное? Смиряться, дама. Я мать вашего внука, между прочим? Ответь, мне это известно. Делаю вам замечание. Она оскорбляет постоянно меня. А вы нарушаете порядок в зале судебного заседания. Извините, ваше честь. И вести вы себя, судя по всему, не умеете. Ведите, к нам. Несмотря на 12 лет. Угу. Врака. Я, видимо, без педагогического образования не смогла ее перевоспитать. Вот. Но дело в том, что сначала она приехала из деревни сюда и захотела здесь обустроиться на всем готовом, в прекрасной квартире. Много людей, приехавших в город, имеют сразу так все, такой благоустроенный быт. Квартира двухкомнатная, прекрасная. Я там не живу. Я в другой квартире проживаю. И все равно. И вот пыталась ее как-то подсказать ей, чтобы исчезли вот эти деревенские ее замашки. До сих пор ничего не получается. Плохо стараетесь? Очень хорошо. Еще постарайтесь. Нет, я вообще уже устала стараться, честно говоря. Так что 6 лет назад? Так вот. 12 лет брака. 6 лет назад что? Она решила, что ей не нравится в городе, в том-то и дело. И она стала всеми правдами и неправдами уговаривать моего сына, чтобы купить участок земли и построить там дом. Она хочет на луну природы, обратно в деревню. Дай бог здоровья и дай бог удачи, чтобы построить. И действительно построили. И все хорошо. Нет, опять не так. Давай сделай так, чтобы я осталась в квартире, в которой проживала. Жить? Да, представляете? Да. А дом? Уже и дом, в том-то и дело. Дом построен, прекрасный дом. Очень прекрасный. Сын мой выписался из квартиры. Сын родной выписался из квартиры. А жить-то они уехали в дом в результате? Нет, она не хочет. Она опять передумала. А сын? Сбежал. Сын там. Вот он выписался. Вот у меня все документы. Он от вас сбежал, Полина Витальевна. От вас. А ребенок? Ребенок проживает в этой же квартире. Он прописан. Я никоим образом не хочу трогать ребенка. Естественно. Он у меня прописан в этой квартире. И останется. И я планирую эту квартиру оставить ему. А жить-то он в кем там будет? Но не есть. Один, что ли, в 12 лет жить там будет или что? В общем, мне выезжать некуда. Этот дом совершенно непригоден для проживания. Тем более мальчика 12-летнего. Значит, отопления нет, канализации нет, туалет на улице. Ее сын Денисочка, мой муж, он все до сих пор дровами топит. Вы знаете, недавно у этой женщины был юбилей. И мой муж, подкаблучник, ее причем, до сих пор не выучил, что меня... А вы не нарушайте порядок, мы взяли судебное свидание. Подарил ей шубу в пол за 150 тысяч. Он их взял из нашего семейного бюджета, пока я летала к своей маме с ребенком. Ничего он мне не сказал. И чтобы выпендриться перед ее элитными гостями, потратил наши деньги, которые мы собирали на этот дом. Я, конечно, тогда психанула. Подала иск в суд. И половину 75 тысяч он мне выплатил. Вы же знаете, как она шипела, как змея на меня в телефон. Я думала сначала помехи или что по телефону. Да ты радоваться должна, что у тебя... Ты, тебе шубу для свекровушки жалко. Отец такой. Нет, вот нет, Ваша честь. И она теперь назло хочет нас выселить. Невозможно с ребенком. Инфраструктуры нет, школ нет, поликлиники нет, врача нет. На работу как добираться? Даже транспорт общественный ход пешком, по проселочной дороге бы идти. Вам своего внука не жалко? Очень жалко. Как он будет зимой ходить? Вот три квартиры у этой женщины. В одной она живет, две она сдает. Конечно, от любовников-то раньше получала. Какое твое дело? А сейчас она хочет выселить меня и своего внука неизвестно куда. Внука нет. А с кем он жить будет? С квартирантами с вашими? Значит, выселить хочет неизвестно куда в непригодное для человека, особенно 12-летнего подростка, жилье. Потому что у нее появился, наверное, молодой любовник, и ей опять нужны деньги на него. Завидуешь? Ой, было бы чему завидовать. Так вот, я считаю, что это вообще невозможно. Как может ребенок? Я не лишена родительских прав. Я работаю. Между прочим, получаю больше вашего сыночка, если вы не знаете. Не пью, не веду разгольный образ жизни. Сыночек тебе дом построил, радоваться бы. Так, поняла ваш ответчик. Скажите, пожалуйста, истец, действительно дом не пригоден для проживания? По мне себе. Вот посмотрите. Отъезжайте туда же. Я не могу смотреть фотографию, я же не знаю, что это. Это задумка. А где он был снят, понимаете? Живите там на старости. Это не доказательство в суде. Дом прекрасный, участок замечательный, экологически чистый район. Инфраструктура. Инфраструктура. Но будет когда-нибудь. Они же там не одни. Вот когда будет, тогда и поговорим. Другие-то люди как-то живут. Я не другая. И школа есть. И школа есть. Школа там за 8 километров. Ничего. Пройдите хоть раз пешком, сами, зимой. А вы внука своего отправляете. Есть совесть у вас, нет? У меня есть совесть. У тебя ее нету совести. Если вам нравится, езжайте и живите там. Ласковый теленок двух маток сосет. Что-то в эту шубу вцепилось. Нет, вы можете сами ехать в этот дом. Все подгаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Если вам нравится инфраструктура, воздух, собирайте все свои пожитки, заказывайте газель и в деревню воздух отдышать. Умите эту мать моего внука. А так, кстати, сыночек ваш любимый. Вот и езжайте к нему. Будете там вдвоем грядочки вскапывать и дрова таскать. Суд принял решение иск удовлетворить прекратить право пользования невестки, то есть ответчицы, в квартире, принадлежащей истиции на праве собственности, по истечении одного года. Через год невестку из данной квартиры выселить и снять с регистрационного учета по месту жительства. Суд принял решение о прекращении права пользования ответчицы в данной квартире, так как квартира является собственностью истиции. В данную квартиру ответчица была вселена совместно с ее мужем, то есть сыном истиции, на правах супруги. В данный момент в судебном заседании установлено, что сын истиции выехал, то есть выселился добровольно из занимаемой площади, то есть из этой квартиры, проживает в доме, который был построен в браке с ответчицей. Семейных отношений между истицией и невесткой не имеется, они совместно не проживают, общего хозяйства не ведут, как и не имеют общего бюджета. Соответственно, истиция, как собственник, возражает против проживания невестки в своей квартире, поэтому ее право пользования подлежит прекращению на основании статьи 31-й части 4-й ЖК РФ. Однако суд учитывает, что у ответчицы имеется несовершеннолетний ребенок, поэтому решение выносится с отсрочкой исполнения, то есть я даю вам год ответчице, чтобы вы решили вашу жилищную проблему. И если действительно в доме, который вы построили вместе с мужем, невозможно проживать, значит вы решаете вопрос о своем жилье каким-то иным способом. Ну, либо достраиваете дом, это уже ваши, как говорится, трудности, но тем не менее год я вам даю. А еще я вам очень советую наладить отношения с вашей свекровью, быть помягче и прислушиваться к ней, потому что я вижу, что, в общем-то, кроме добра она вам ничего не желает. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я за год вам всю кровь выпью. Понятно? Сами сбежите в деревню. Не задохнись. Решение суда. Иск удовлетворить. Придется еще целый год терпеть это все. Но одна надежда только на сына. Буду уговаривать его забрать свою благоверную туда, в дом. За этот год я сделаю все, чтобы Денисочка, мой муж, вернулся в квартиру. И тогда эта старуха точно нас не выселит. Продолжение следует...